и всем привет хорошего вечера я решила сегодня затронуть такую щепетильную тему для еврейского народа за что нас ненавидят за что ненавидят евреев за что есть в мире антисемитизм для чего он если кому то интересно то более обширный ответ можно посмотреть в книге знаю что ответить ашера кушнира здесь есть все ответы на актуальные вопросы лично я для себя нахожу очень очень много и этот скажем так вопрос который ему задали он здесь потрясающе ответил полностью масштабно и я насколько могу насколько умею попытаюсь это передать вам и так за что нас ненавидят за что ненавидят еврейский народ и зачем нам нужен антисемитизм и нужен ли он вообще всем шалом всем хорошего вечера подключаемся спасибо большое что нашли время и подключаетесь шалом прекрасного вечера ольга зоя всем всем шалом хорошего вечера и так давайте мы вернем обратимся к нашей истории до еврейского народа кажется что нас ненавидят нас ненавидят всегда а еврейский народ ненавидят всегда есть за что ущемить всегда есть к чему придраться да то евреи слишком бедные то евреи слишком богатые то евреи тунеядцы то евреи трудоголики ту и в рита евреи лезут власть это еврей бездельничий да то евреи глупые то евреи слишком умные и так постоянно до всегда так секунду прошу прощения закрою наверное окно потому что немножко шум и я думаю что у меня было нехорошо слышно о все все прошу прощения так вот всегда всегда были претензии к еврейскому народу и вот эти вот я как бы причины они всегда исчезали да то евреев там любят за то что богатые то за то что он все прошу прощения пропадает сеть скажите меня нормально видно нормально слышно потому что я переживаю так вот всегда эти причины понятно что это не причины потому что как только исчезает какая то одна причина появляется вторая причина как только исчезать вторая причина появляется третье да и так из поколения в поколении всегда находят за что ненавидеть еврейский народ поэтому мы сейчас с вами поняли что явных как таковых причин ненавидеть еврейский народ нет да более того если спросить ярого самого антисемита да почему ты не видишь еврейский народ не знаю я уверена что половина не смогут ответить вот так и так у нас и у нас с вами остался наш вопрос почему причины всегда меняются а ненависть к евреям она остается почему так почему есть вот эта ненависть и ответ нам и дан вторая да когда всевышний дарил тору еврейскому народу на горе сина это вместе с торой мы получили сина на иврите это ненависть да потому что это ненависть всего что нас окружает к всевышнему и к святости да а поскольку евреи привязаны к всевышнему то это как таковой механизм регулирования до отношений между евреями и не еврейским народом почему потому что когда еврейский народ говорит все мы устали быть еврейским народом от нас всевышний слишком много требует да мы же помним что иудаизм это религия действия да где ты не просто говоришь я верю но я верю да ты здесь должен что-то сделать да ты должен зажечь свечи ты должен там молиться до во время ты должен там не знаю халы на шаббат спеть ты должен ты должен ты должен да так вот это религия действия и когда еврейский народ начинает говорить что не это не для меня наверное это не моя религия он начинает говорить там я возьму язык других народов да и там начинают ассимилироваться до снимать свою одежду то меня это имена и очень очень много евреев которые думают что вот так ассимилируясь они лишаются ответственности но но как написано в этой книге и не бывать задуманному вами тому о чем вы говорите будем как другие народы служить дереву и камню жив я говорит господь рукою твердой деснице простор простерта и вывел вас из египта и яростью изливающийся воцарюсь над вами и выведу вас из народа и соберу вас из стран в которых вы россии то есть мы видим из этих строчек что это такой механизм регулирования да как только еврейский народ прославляет имя всевышнего ведет себя подобающим образом да ну выполнять заповеди учит тору то идет как такое спокойствие да и это приводит к и скажем так любви миру к нам они видят о нормально еврейский народ не делать свою функцию все нормально значит нам незачем да и по на постепенно исчезает но это для нас должно быть должно быть значком да теперь как только еврейский народ отходит от заповедей да он не хочет быть ответственным за свои поступки да за свои действия почему многие боятся начинают соблюдать да мне многие мне там пишут знакомые как начать соблюдать там задают вопросы и человек боится ответственности это понятно человек боится что если он возьмет на себя соблюдать шаббат это надо каждый шаббат соблюдать а если тут мне предложат там какой-то контракт на работе а если здесь у меня будет какая-то поездка да то есть человек боится вот этой ответственности именно из этого он боится начать соблюдать да он боится этой ответственности но здесь важно понять я прошу прощения но здесь важно понять что на нас есть ответственность очень очень большая и мы можем убегать от этого мы можем думать что одна моя заповедь ничего не изменит в этом мире что она изменит и мы можем так думать но рэбэ он всегда говорил что может быть потому что ты сейчас перед шаббатом зажгла свечу это спасло аж в россии например это спасло солдата в израиле а ты думаешь что-то а ты об этом не знаешь мы не знаем как наши действия влияют на этот мир но тора говорит что как только ты делаешь какой-то маленькую замуть какую-то хорошую хорошее дело да то ты посылаешь в этот мир там положительную энергию как хотите это назовите да и она влияет на кого-то еще мы этого не видим этого не замечаем мы маленький мы не видим всего масштаба да мы не ли не видим вот эту абсолютную истину да но второе об этом говорится что если мы берем на себя ответственность до быть хорошими людьми самосовершенствоваться до стараться делать хорошие дела стараться делать приятно всевышнему стараться делать своим поведением своим примером прославление имени всевышнего да то есть быть как примером показателем да то это как бы это успокаивает вот эту ненависть но как только еврейский народ начинает забывать о том что на нем есть ответственность до что на нем есть что на нем есть какие-то заповеди до традиции что он должен что-то делать в этом мире не просто так прожить свою жизнь да он должен улучшить этот мир да прославлять имя всевышнего улучшить это все как только евреи об этом забывают тут и наступает вот эта ненависть она никуда не исчезает на самом деле это просто с помощью антисемитизма и вот это механизм как бы такой регулировки регулирование отношений между евреями и неевреями да между тем чтобы напомнить нам что эй-эй-эй вообще-то у тебя есть тут миссия да более того когда говорит думали евреи там мы построим свое государство и нам будет легче жить и что вы думаете в израиле меньше антисемитизма в израиле меньше ненависть к евреям нет здесь тоже очень много антисемитизма здесь очень много скажем так тоже словесный до каких-то притеснений это есть везде и даже когда мы получили наши земли да когда мы находимся на своей святой стране даже здесь это происходит так даже здесь это потому что от Бога нельзя убежать да даже это будет в израиле в аргентине в россии и так далее и то что нам остается делать чтобы немножко да притушивать эту ненависть если она нам так мешает это не забывать что у нас с вами есть ответственность и за нас из-за народа мира у нас с вами есть ответственность по своем совершенствованию себя ответственность за заповеди да ответственность за нашу жизнь, прожить нашу жизнь достойными людьми, счастливыми, дай бог, людьми, здоровыми. Спасибо всем большое. Я прошу прощения. Спасибо всем большое за наш сегодняшний эфир. Я надеюсь, я имела право и постаралась передать всё, что я прочла в этой книге. И надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое за наш сегодняшний эфир. Всем желаю помнить о наших обязанностях, о наших ответственностях. И пусть каждая наша маленькая-маленькая дева прибавляет очень много света в наш мир. И Бельзратошем, что в ближайшее время пришло полное избавление, которое лишит нас зла, ненависти и всего этого. Всем спасибо большое. Хорошего вечера.